Дороги 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 общественный транспорт, на которых наблюдается наибольший трафик с точки зрения движения как общественного, так и личного транспорта, улицы, на которых находятся социально значимые учреждения и которые подвергаются наибольшей нагрузке. Именно по этим улицам будут проведены работы в первую очередь. Как это коснется всех остальных муниципальных образований? Это, конечно же, наша региональная дорожная сеть. И если по муниципалитетам протяженность этой дорожной сети, я имею в виду муниципалитеты, которые вошли в состав этих трех агломераций, составляет 3600 километров, то наша региональная дорожная сеть это еще 7500 километров. И задачи, которые поставлены по приведению в нормативное состояние региональной дорожной сети, они действительно достаточно напряженные. То есть, если говорить о наших нормативных показателях, то мы должны до 2024 года увеличить количество дорог, соответствующих нормативным требованиям, довести эту цифру до 55,2%. Что касается Шахтинской, Таганрогской и Ростовской агломерации, то эти цифры по ним звучат. По ростовской агломерации мы должны довести количество дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 64,4%, по Шахтинской до 65,7% и по Таганрогской до 53,9%. Как ремонт сказывается на количестве ДТП? Наверняка же меньше становится. Здесь есть, что называется, как говорят у каждой медали, есть две стороны. Безусловно, когда наши дороги становятся лучше, то возрастает в том числе и скорость движения по нашим дорогам. И за примерами далеко ходить не надо, мы, безусловно, делимся опытом со всеми нашими коллегами, которые принимали участие в приоритетном проекте, сейчас принимают участие в национальном проекте. Практически все субъекты федерации, даже не практически, а все субъекты федерации. То есть и статистика говорит о том, что как только дорога становится лучше, то есть качество дорожного покрытия лучше, то есть всегда, как правило, есть соблазн у водителей увеличить скорость движения на данном участке. Поэтому задача, и в национальном проекте она тоже абсолютно четко обозначена, поэтому, наверное, в названии первым словом все-таки звучит «безопасный», а потом уже вопрос стоит «качественные автомобильные дороги». Задача, делая наши дороги лучше, повышая качество наших дорог, сделать так, чтобы они все-таки становились еще и безопаснее. Почему? Потому что, ну, водители, наверное, многие знают, что когда выезжаешь после дороги, находящейся в невдовлетворительном состоянии, на отремонтированный участок дороги, всегда есть такое непроизвольное желание прибавить газу, да. То есть задача на сегодняшний день, которая поставлена на указе президента, это к 2024 году снизить так называемый фактор социального риска в два раза, а к 2030 году этот показатель должен стремиться к нулю. То есть почему мы говорим про вот этот показатель стремления к нулю? Если мы попытаемся сказать, что вот цифра 4 погибших на 100 тысяч человек, которые поставлены как ключевой показатель к 2024 году, что мы это допускаем, считаем это нормальным, это, наверное, не совсем правильно. То есть наша задача, безусловно, стремиться к нулевой смертности на наших дорогах. Ремонт дорог это зачастую еще и пробки на дорогах. Вот скажите, как сделать так, чтобы подрядчик не затягивал сроки ремонта, чтобы выполнял работы качественно? Как выбираете подрядчика по нацпроекту? Тут два момента. Вот вы правильно сказали, что ремонт дорог это еще и пробки. У нас в целом есть еще один показатель, о котором мы говорим, это снижение количества дорог, работающих в режиме перегрузки. Поэтому, безусловно, наша задача снижать количество таких неблагоприятных явлений на наших дорогах, как пробки. Поэтому мы во главу угла как раз ставим общую логику, почему мы говорим об агломерациях, да? Мы ставим общую логику развития дорожной сети для того, чтобы обеспечить комфорт перемещения маршрутных транспортных средств, для того, чтобы способствовать популяризации общественного транспорта и для того, чтобы развязывать вот эти транспортные узлы, где они действительно возникают. Кроме того, что касается работы наших дорожников, то здесь, безусловно, зачастую наши дорожные организации подвергаются критике, когда они начинают производство работы. То есть наша задача, безусловно, оптимизировать работу дорожных организаций для того, чтобы эта работа была, соотносилась с графиком движения транспортных средств. Ну, то есть, грубо говоря, если у нас агломерация диктует такую маятнику эмиграцию, когда утром или в первой половине дня все въезжают в город, а во второй половине дня, наоборот, наблюдается более активный выезд из города, то задача дорожных организаций – соотнести свои графики работ именно с этим маршрутом движения. Что касается все-таки качества работы подрядчиков? Как-то меняется механизм, может быть, оплата их труда или контроль? Безусловно. В этой части тоже есть новации, которые мы в том числе где-то делимся этим опытом с другими субъектами федерации. То есть, ряд субъектов уже давно применяет такую практику. Это оплата исключительно после полного выполнения работ. То есть, почему? Потому что были случаи, когда недобросовестные подрядчики заходят, производят какую-то часть работ достаточно легких, может быть, по объему, но достаточно высоких по стоимости по своей. То есть, а потом, к сожалению, начинаются непростые достаточно вопросы, выяснение отношений, что приводит к срыву сроков выполнения контрактов и в дальнейшем, может быть, и к тем или иным судебным разбирательствам. То есть, безусловно, задача не допускать этого. То есть, мы понимаем, что ложится определенная дополнительная нагрузка, потому что мы говорим, что мы будем оплачивать все дорожные работы только после полного выполнения контракта, приема этих работ специализированными организациями с привлечением общественников, в том числе, которых мы тоже будем активно увлекать в контроль качества выполнения работ. Только после этого полная оплата. Возник вопрос, и мы этот вопрос обсуждали, в том числе, с теми подрядными организациями, которые работают на нашем рынке, в нашей области, не повлияет ли это на финансовую стабильность организации. Мы, со своей стороны, провели консультации, в том числе и с банковским сообществом. То есть, они готовы представлять кредитные возможности, кредитное плечо, так называемое, для производства этих работ, с учетом того, что те организации, которые себя достаточно хорошо зарекомендовали на этом рынке, то есть, они, как правило, имеют нормальную, хорошую кредитную историю. Кроме того, мы работаем сейчас, и такая инновация тоже есть. Федеральное дорожное агентство, Министерство транспорта предложило нам программный продукт, так называемая программа «Эталон», в которой видны все этапы производства работы. Мы можем, в том числе, дать доступ к этому ресурсу кредитным организациям, которые, в том числе, будут видеть этот процесс, будут видеть процесс взаимоотношения подрядных организаций с нами, как с государственным заказчиком. И это даст им возможность, в том числе, более оптимально подстраивать свою кредитную политику с теми или иными подрядными организациями. Те, которые укладывают в снег, асфальт, в дождь, это какие организации, на Ваш взгляд? Здесь есть, опять же, две стороны, что касается укладки в снег и дождь. Есть ряд работ, которые допускаются проводить при неблагоприятных погодных условиях, при отрицательных температурах, в том числе. Понятно, при выпадении осадков, то есть мы стараемся, конечно, таких работ не проводить. То есть, и вот сейчас, допустим, такой активный период достаточно выхода из зимы, то есть активный период проведения ямочного ремонта, пока не позволяла температура нашей дорожной организации, работали так называемым литым асфальтобетоном, методом обратной пропитки. То есть использовался ряд технологий, которые при таких вот неблагоприятных погодных условиях рекомендуются к применению. Вот это, конечно, не включает там совсем уж, когда дороги ремонтируются в дождь при обильных осадках и так далее. Вот уже упомянули общественный контроль. Вот, наверное, эти ролики, которые мы периодически видим в сети, до своего рода есть общественный контроль. Мы считаем, что общественный контроль здесь нужен и важен, но, с другой стороны, хотелось бы избежать вот несколько обывательской точки зрения в этой части. Поэтому мы с общественниками будем выстраивать работу на принципиально ином уровне. Мы сейчас работаем с муниципалитетами по подготовке круга общественников, которых мы привлечем в дальнейшем для совместной работы. То есть мы с ними проведем некие обучающие семинары, учебу на базе нашего Донского технического университета. То есть есть у нас достаточно серьезный кафедр автомобильных дорог. То есть наши дорожники работают не только на территории Ростовской области, но и во всем дорожном комплексе страны. Достаточно широко известна наша автодорожная школа. Поэтому нам казалось, что какие-то азы, безусловно, мы нашим общественникам должны дать с точки зрения понимания этого процесса, для того, чтобы исключить вот такой, ну, несколько обывательских подходов. К сожалению, наше интервью придется завершить. Время заканчивается. И, надеюсь, в следующий раз мы с вами поговорим уже про результат работы общественников, про народный контроль. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в программе. До новых встреч. Спасибо. На сегодня это все. До встречи на нашем канале и удачи в делах. Субтитры подогнал «Симон»!